Все, что у него там, возможно, было, там, скорее всего, будет работа, там, скорее всего, будут вот эти вот все прочие вещи, теперь вы не сможете проехать ни камень в огород этого ютубера, это просто, ну, вот мои какие-то, я просто, я вот это вот не понимаю, ну, ты объясни, что у тебя происходит в голове, возможно, водой все это смачивал, поливал, чтобы можно было, так, знаете, возможно, в 3.30 он уложился, я уже точно не помню, потому что это абсолютно точно неинтересно смотреть, возможно, там будут некоторые вот эти вот, знаете, недочеты, возможно, вот это вот все прочее. Новое видео выходит каждый день в 20.00. ролик сделан при поддержке аризона рп вся дополнительная информация в описании хоть ролик и покрым п тем не менее перед началом данного видео я бы хотел выразить так узнаете огромную благодарность вот прям огромнейшее спасибо человеку с никнеймом зингер ломбарди который играет на проекте аризона рп на сервере феникса скорее всего еще и знаете наверно мой никнейм был регистрации вот на всем этом проекте на всем этом сервере дело в том что не так давно он подарил мне туризма и вообще был хорошим человеком на проекте аризона рп да и вообще о чем тут можно говорить просто огромнейшее спасибо данному человеку за вот такой знаете какой то я не знаю то ли это дружеский такой знаете добрый какой-то очень жест или еще вот нечто подобное разумеется на проекте аризона рп мне неоднократно дарили там деньги бывало что такое что меня кто-то узнавал Подкидывал, да куда-то там, знаете, подвозил Возможно, кто-то у меня деньги просил, когда меня узнавал Но это, знаете, так немного странно, когда человек меня узнаёт И при этом знает, что у меня никогда не бывает денег на Аризон РП И вот он мне их, он у меня их просит Зачем, почему, непонятно Однако, огромнейшее спасибо человеку с никнеймом Зингер Ломбарди Ломбарду Ну, в общем-то, какой-то там у него такой ник Я извиняюсь, если неправильно прочитал Произнес и сделал все прочие вещи В общем-то, просто ему спасибо А мы переходим к моему вот этому видеоролику Новая карта на Black Rush Вот, знаете ли, в чём дело? Я постоянно обозреваю вот эти вот все обновления На CRMP Android серверах На GTA Samp Android серверах Просто на GTA Samp серверах Просто на CRMP Android серверах Вот делаю всё вот это вот И постоянно, вот, мне казалось, что я делаю это как-то немного неправильно И вот сегодня я зашёл, так знаете, посмотреть Как это делают другие люди И они просто, знаете, вот Они делают это, ну так, сухо как-то Непонятно И в целом у них мало эмоций проявляется Когда ты смотришь, ты думаешь Вот ты хочешь погрузиться Во весь этот обзор, во всю эту карту Или там, я не знаю, в вид от первого лица Допустим, на той же самой Black Rush И во все прочие вещи А тут тебе, знаете, какую-то сухую Вот эту вот всю информацию приводят И всё вот это вот прочее Недавно посмотрел человек Который также, знаете ли, обозревал карту И всё, что он там делал Всё, что он там говорил Всё, что у него там, возможно, было Это то, что вот там, знаете, карта Black Rush Раньше там могли не напрямую ехать Знаете, по дорогам Там по всем прочим вот этим лесистым местностям Сейчас, то есть, они вот такое сделать не смогут Потому что, знаете ли, в середине этой самой карты Стоит гора Непонятно, что будет вообще в этой горе На этой горе Что они вообще такое, знаете ли, придумают Что там будет ещё вот это вот всё прочее Однако, несмотря на всё это Он просто говорил, что вот Там, скорее всего, будет работа Там, скорее всего, будут вот эти вот все прочие вещи Теперь вы не сможете проехать вот таким вот образом Через вот все вот эти, вы знаете, лесистые все местности Потом он говорит, что все знают Что вот, там, знаете, на всех Крымпо-проектах Проблема с полями, с лесами С горными хребтами Со всеми прочими вещами Хоть тфу, блядь, нахуй Кому это, в общем-то, интересно Всегда, знаете, интересно посмотреть Что там пишут вообще в комментариях По поводу всего этого Ну и что вообще говорят люди С этого самого, с Life Mobile Может быть, с Life Samba С каких-то вот этих вот всех прочих проектов А не вот эти вот сухие все вещи Разумеется, это не камень в огород этого ютубера Это просто, ну, вот мои какие-то претензии К его обзору Как же вот это, знаете, какое-то предисловие Минутное, полтора-минутное Двух, возможно, минутное Чтобы там человек, знаете, погрузился во все это Уже, знаете, ненавидел тебя тихо За то, что вот постоянно льешь эту воду И не можешь так кратко все это рассказать То есть, постоянно он еще такой, может быть, пишет Ну, научись ты уже говорить коротко И по делу уже даже у Крипера 2004 Вышел гайд, как говорить коротко И по делу, чтобы все было хорошо Чтобы все было нормально Нет, сука, ты постоянно вот этой вот всей хуйней занимаешься Для чего? Зачем? Что у тебя вообще такое происходит в голове? Я просто, я вот это вот не понимаю Ну, ты объясни, что у тебя происходит в голове? И все вот это вот прочее Но я считаю, что, знаете, без всего этого Без всей этой воды Без всей этой предыстории Без каких-то историй, возможно, из жизни Когда ты рассказываешь о каком-то новом обновлении На проекте в КРМП Или на проекте, там, в GTA Sam Android Или на проекте в еще каких-то вот этих вот Всех прочих вещах Без этого просто никуда Просто человек, знаете ли, уснуть может Пока ты будешь зачитывать все эти характеристики Какие-то свои предположения Все вот эти вот прочие вещи При этом играя на проекте Black Rush При том, что я-то играю на проекте Arizona RP Это вот такая у меня, знаете, претензия к этому самому ютуберу Однако, знаете, если бы он делал так вот Все правильно, все нормально Постоянно, вот так, знаете, немножечко Возможно, водой все это смачивал, поливал Чтоб можно было, так, знаете, возможно Не знаю, голову помыть от всей этой воды в видеоролике У меня бы не было тогда работы Он бы тогда все забрал Все бы обозрел И ничего бы у меня тогда не было Что бы я тогда делал Непонятно, сидел бы, наверное, без денег Без контента, без новостей Без всех, возможно, прочих вещей И ничего бы у меня не было Однако, ладно Я думаю, что вы уже увидели, как выглядит эта карта И вроде как выглядит она, ну так, знаете, неплохо Вот эта вот вся гора, мне будет интересно посмотреть на то, как она будет выглядеть, однако я не хочу превращать свой обзор вот этой вот всей карты на Black Rush в обзор этого человека, который там, знаете, в 4 минуты уложился или там в 3.30 он уложился, я уже точно не помню, потому что это абсолютно точно неинтересно смотреть, понимаете, есть человек, который он может рассказать вот прям всё идеально, всё отлично, но ролик идёт час, допустим, а есть человек, который может рассказать, ну так, знаете, хуёво, но ролик идёт 3 минуты. Вот какой ролик вы посмотрите, вот напишите об этом, обо всём в комментариях, то есть я лично посмотрю ролик человека, который расскажет всё это за час, возможно там будут некоторые вот эти вот, знаете, недочёты, возможно вот это вот всё прочее, тем не менее, если он рассказывает хорошо, если он рассказывает отлично, если у него есть талант, возможно красная речь, возможно ещё чего-то, то почему нет, почему мы должны его ограничивать в этом, лично я не понимаю. Однако в комментариях, мол, пишут, знаете, шутят насчёт того, что там Радмир РП, вот это вот всё прочее, я могу что сказать по поводу всего этого? Типа, ну вот, понимаете, КРМП проекты, они же все похожи друг на друга. Радмир РП, КРМП и все прочие дела. Блэк Раш и не Блэк Раш, а вот эти вот все прочие проекты, они же все друг на друга похожи. И если сейчас сваливать там, знаете, с одного проекта на другой, а вот вы похожи на того, а вот вы похожи на этого, то так можно абсолютно все проекты захейтить. Ну, нужно хейтить, как-то так, знаете, рационально, нормально. Если вы уж токсик в GTA Sample, или в GTA CRMP, или в любой другой сфере общественной жизни, то хейтите вы хотя бы нормально, хейтите вы хотя бы красиво. Чтобы человек слушал, чтобы человек смотрел, и у него было прям такое, знаете, стойкое желание, вот типа, ах ты уёбище, ах ты гнида, блядь, чё ты хейтишь мой проект, на котором я играю? Тебе это не позволено делать, ты никто, и звать тебя в самом деле никак. Ну, а на этом, я думаю, всё, можете обсудить данную новую карту на Black Rush у меня в комментариях, потому что там вот всё это есть. Также можете зайти на Arizona Royale Play Phoenix по опишнику в описании. Там есть мой никнейм DanteConnor, там есть мой промокод NoToxic54, там есть все мои прочие вещи, поэтому вы можете туда зайти, со всей этой информацией там ознакомиться, и, возможно, подарить мне что-нибудь на Arizona Royale Play Phoenix. Но, опять же, по вашему желанию, если кто-то из вас хочет, может быть, деньги, может быть, какие-то машины, может быть, каких-нибудь женщин распутных, я не знаю. То есть, всё это будет на ваше усмотрение, на ваш, такой, знаете, скромный вкус, и на все прочие вещи. Кстати, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, вы можете зайти и всё это, разумеется, там же посмотреть. Всем спасибо за просмотр, как бы это ни было, тавтологично, тавтология, как бы вот всё это ни было. Тем не менее, всё вы это можете посмотреть, сделать прочие вещи. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, увидимся тут же завтра, возможно, в 20.00, возможно, немного попозже, возможно, немного пораньше, я не знаю, как пойдёт. До свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok